Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты настоящая бескомпромиссная дуэль. Два американских японца или японских американца. Honda Pilot против Mazda CX-9. А ведь посмотрите, какие они на самом деле на первый взгляд разные. Mazda такая легкая, стремительная. Ее кинетический дизайн провоцирует у зрителя впечатление того, что машина находится в движении всегда. Она всегда едет, даже тогда, когда стоит. И Honda, которая даже на максимальной скорости является собой образец монументальности и незыблемости. Но на самом деле у них одни и те же гены. Гены моды на семью, на некие такие вот стабильные ценности, типа не падай вниз и не высовывайся. Моды на активный образ жизни, где самым экстремальным занятием является джоггинг. И моды на жизнь в своей маленькой конуре где-нибудь за пределами мегаполисов. И как вы понимаете, в основном расчет идет именно на американскую публику, где все вышеперечисленное наиболее популярно. Раз так, то и методы достижения цели, методы удовлетворения клиента выбраны, в общем-то, одни и те же. Несмотря на то, что Мазда, кажется, повторюсь, стремительнее и компактнее, она длиной свыше 5 метров, даже длиннее Хонды на целых 6 сантиметров. Хонда чуть покороче, но тоже 5-метровую отметку перевалила, зато Хонда чуть шире и чуть выше. Но, по сути, они очень близки по своим габаритам. Кстати, Хонда даже чуть тяжелее на 20 килограммов. Что не мешает Хонде, впрочем, быть на 20 лошадиных сил слабее Мазды. Вот тут под капотом V-образная шестерка, объем чуть меньше 3,5 литров. У Мазды же под капотом 3700 с лишним кубиков и на 20 лошадок больше, чем у Хонды. Но, по сути, все одно и то же. И тут, и тут, эти самые V-образные шестерки никогда не уступят место V-образным восьмеркам, потому что не в традициях это жанра. Размеры, да, они оптимальны для того, чтобы поместиться в стандартный американский гараж. А вот размер двигателя, объем двигателя должен быть все-таки поменьше стандартного американского. Экономия топлива, мода на экологию и, естественно, прижимистость того класса, на который рассчитаны эти автомобили. Поскольку мы уже говорили, ни о каком экстриме речи не идет, это не вездеходы. Это обычные, просто большие по европейским и японским меркам и средние по американским меркам кроссоверы с несущими кузовами. С независимой задней многорычажкой, с передней подвеской со стойкой Макферсон и с электронно управляемой муфтой, которая подключает задний мост. Мотор расположен, естественно, впереди и поперечно. Впрочем, о железках сейчас чуть подробнее и с конкретными цифрами. Мотор Mazda CX-9 имеет объем 3,7 литра, развивает 277 л.с., крутящий момент 366 ньютон-метров, разгон до сотни довольно приличный для такой тяжелой машины 10,1 секунды. А вот средний расход топлива, обещанный 13 литров на сотню. У Honda Pilot мотор чуть поменьше, 3,5 литра. Мощность тоже уступает Mazda 357 л.с., крутящий момент чуть пониже 347 ньютон-метров, а вот разгон получше 9,9 секунды до сотни, для расход топлива ниже 11,8 литра в смешанном цикле. Все очень похоже, не правда ли? Но есть еще одно очень важное сходство. В этих сундуках не два, а три ряда сидений. А дальше наступает небольшая разница. Honda декларирует Pilot как машину восьмиместную. То есть впереди двое, на среднем диване основном тоже трое, и на задней банкеточке. На насесте тоже, по идее, должно помещаться три человека. А Mazda, оказывается, позиционирует CX-9 как автомобиль шестиместный, как бы сознательно воруя у себя, пусть не два, но одно место точно. Ну, конечно же, должна же быть между ними хоть какая-то разница, якобы идеологическая, помимо дизайна. Но все это, ребята, чистой воды маркетинг. Давайте заглянем внутрь. Задний хондовский диван рассчитан, очевидно, на трех человек. По крайней мере, три подголовника, три замка для ремней безопасности. Ну, а если ездить вдвоем, то тут есть такой вот подлокотничек с двумя подстаканниками и маленькой полочкой, и рассчитанной под пачку сигарет. Но ни одной пепельницы тут не наблюдается. Зато здесь есть индивидуальное управление климат-контролем для задних пассажиров. И здесь можно не только менять температуру, но и направление потоков, например, в ноги или в грудь, и интенсивность работы вентилятора. А плюс к этому есть двухпозиционный электроподогрев. Каждый из боковых подушек заднего дивана. Ну, а как там на галерке? Сиденья среднего ряда двигаются, и мы попадаем сюда, вот на эту самую жердочку. А здесь сейчас я задвину среднее сиденье, чтобы было лучше видно. На самом деле, может поместиться только ребенок. Либо нужно переднее сиденье двигать вперед, тогда там уже ростным людям тоже будет не очень комфортно. Но самое главное, как вы понимаете, несмотря на наличие тут опять же трех замков под ремень безопасности, среднего ремня и трех подголовников, которые выдвигаются вверх, пространства для трех здоровых мужиков, мягко скажем, маловато будет. Зато здесь есть бардачок и по паре подстаканников в каждом из подлокотников. Ну, куда ж в Америке без холодной Кока-Колы? Ну, а как дела у нас в Мазде? Ведь на самом деле Мазда уже Хонды всего лишь на несколько сантиметров. А в Мазде левое и правое сиденье заднего дивана разделяет подлокотник. Но даже если мы его уберем, то все равно теоретически посадить сюда еще одного человека посередке невозможно. Потому что нет замка под ремень безопасности. Ну, намек на то, что ребята здесь нужно ездить вдвоем сзади, как в представительском классе. Между тем, на американский рынок предлагается машина с нормальным задним диваном, рассчитанным под трех седоков. Еще бы, они и здесь могут поместиться легко. Ведь если уж Мазда 2 считается машиной пятиместной, где на заднем диване могут сидеть трое, здесь-то могут и все четверо усесться. Но нет, для дополнительных пассажиров есть дополнительный третий ряд. Но прежде чем мы переместимся туда, отметим, что комфорта задним пассажирам Мазда предлагает чуть поменьше, чем Хонда. Здесь тоже есть своя регулировка температуры, своя интенсивность вентилятора. А вот подогрев подушек заднего сиденья, увы, отсутствует. Хотя, почему заднего, среднего? Ведь на заднее сиденье как раз я вот сейчас и собираюсь переместиться. Здесь тоже сиденья среднего ряда перемещаются по направляющим. Но если их задвинуть максимально, то тут будет чуть-чуть просторнее, чем в Хонде. Но всего лишь чуть-чуть. Все равно рослым людям сидеть на заднем диване в Мазде тяжело. Хотя, конечно, не так плохо, не так безнадежно, как в Хонде. Но что интересно, нас больше интересует ширина заднего дивана. А она лишь на 4 сантиметра, по нашим подсчетам, меньше, чем в Хонде Пайлот. Неужели 4 лишних сантиметра позволяют разместить еще одного человека? Опять же, маркетинговый ход. Мазда в этом смысле гораздо честнее. Здесь два подголовника, два ремня безопасности. Но зато люди могут сидеть, и довольно крупные люди могут сидеть рядом, и не сильно биться не только плечами, но и локтями. Ну а сейчас давайте посмотрим, насколько эти лавочки в багажниках съедают его объем. Кстати, что на Мазде, что на Хонде, задняя дверь может дистанционно открываться с брелочка. А закрываться как с того же брелочка, так и с кнопочки на крышке багажника. Впрочем, сегодня для семейного автомобиля это норма жизни, скорее, и уже далеко не экзотика. А вот то, что здесь при разложенных двух задних рядах сидений с трудом можно что-то поместить приличное, разве что сумку для гольфа, вот это уже неудобно. Ну, посмотрите, по высоте, чтобы вы поняли, даже зонтик не встанет. А если мы возьмем стандартную сумку, в которой хранится аптечка и трос, то она выходит ровно под срез багажника. Посмотрим, чем порадует нас в этом смысле Хонда. Так же, как и в Мазде, наш чемоданчик входит сюда под обрез. Ну, и что касается зонтика, то вот здесь высота крыши немножко побольше. Справедливости ради, конечно, признаем, что в данной конфигурации, благодаря вот такой бронетанковой архитектуре Хонда Пайлот, ее угловатости, багажник здесь будет чуть побольше. Но что самое интересное, если мы сложим сиденья второго и третьего ряда и в той, и в другой машине, превратим их из кроссоверов в маленькие фургоны, то мы обнаружим, что в Хонду помещается, несмотря на ее такую массивность, на 400 кубов меньше. 400 кубов – это целый багажник автомобиля сегмента B. Хотя, возможно, Хонда немножко отыграется в плане функциональности. Если мы оценим то огромное число кармашков, полочек, бардачков, ящичков, которые дизайнеры умудрились напихать в этот, в общем-то, довольно, ну, с первого взгляда, аскетичный интерьер. В машине нельзя сказать, что было шибко уютно. Она не похожа на дом на колесах. Она похожа на средство передвижения, функциональное средство передвижения. Немножко такое брутальное. Да и материалы, если их так щупать, то особым качеством они не блещут. Но в целом форма соответствует содержанию. Содержание, безусловно, соответствует форме. Давайте посмотрим, что происходит в Мазде. А в Мазде, в Мазде светлее, радостнее и уютнее. Деревянные вставочки, алюминий, кожа, светлые и серые материалы. Вот это все сочетание дает ощущение некого кокпита. Причем кокпита не военного истребителя, а кокпита гражданского бизнес-джета. Но вот вся эта эстетика оказывается гораздо менее функциональной, гораздо менее утилитарна, чем хондовская брутальность. По крайней мере, телефоны в Мазде можно положить вот на эту полочку. А еще здесь есть пепельница, она же урна, которая занимает целый подстаканник. А если мы возьмем еще и рацию, мы вынуждены будем положить ее в другой подстаканник. Только места для бутылок или стаканов уже не останется. Плюс ко всему, один небольшой, довольно скромный бокс в подлокотнике и невеликий перчаточный ящик, который вполне оправдывает свое название. Сюда можно положить разве что перчатки. Может, не одни, может, пару пар, но не больше. Но в автомобилях не жить, в них ездить надо. А поэтому самое главное, как ведут они себя на дороге. И Мазда, и Хонда. А вот об этом, об асфальтовых испытаниях и о грязевых ваннах, ведь это все-таки кроссоверы, не будем об этом забывать, мы расскажем вам во второй части нашего теста. Продолжение следует... Продолжение следует...